Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы на финансовых рынках, продолжаем анализировать фундаментальные события и смотреть за тем, как они отрабатываются в динамике финансовых инструментов. Сразу хочу сделать несколько объявлений. Во-первых, сегодня, как и всегда, состоится вебинар, правильный понедельник в 16.30 по московскому времени. Мы еще раз детально разберем события недели минувшей, самые важные отчеты, самая интересная динамика и поставим среднесрочные цели, которые будут актуальны в течение всей недели. И еще одно объявление, что следующий брифинг состоится уже, друзья, в четверг. Вам буквально нужно потерпеть два дня. Ну, наверное, потерпеть это громко сказано. Возможно, даже успеете и отдохнуть от меня, самостоятельно разбираясь в том, что на площадках происходит. В четверг, разумеется, мы все наверстаем. Разберем события не только за среду, но и за вторник. То есть, попробуем сразу же закрыть фундаментальный пробел, если он образуется. Ну, а теперь давайте к тому, что на площадках творится. В принципе, ничего нового. Мы следим за событиями на Ближнем Востоке и мы следим за тем, как обстоят дела в отношениях США и Китая. Здесь, правда, есть негатив. Он связан с тем, что, как вы знаете, Штаты включили в черный список китайскую компанию Huawei. И я думаю, что можно сказать со знаком и с таким эффектом новостным молнии, сообщение в пятницу со ссылкой на CNBS, то, что переговоры приостановлены. Что это значит? Это значит, друзья, то, что мы, на мой взгляд, сейчас праве говорить о полноценной торговой войне, которая началась между Штатами и Китаем. 1 июня важная дата, поскольку с 1 июня вступит в силу ответные меры Китая против США. В частности, это новые пошлины на американский импорт стоимостью 60 миллиардов долларов. Мы знаем то, что если это решение будет не только озвучено, а станет реальностью, ну то есть с 1 июня, если ничего не поменяется в планах Китая, то есть это решение вступит в силу, тут же, скорее всего, ответит снова и США, потому что они про запасы держат следующий ход. Это обложение пошлинами по ставке 25 процентов, оставшуюся часть китайского импорта. Это еще чуть больше 300 миллиардов долларов. Соответственно, мы смело после этого сможем говорить о том, что под торговыми барьерами окажется больше 5 процентов мирового товарооборота и, наверное, будем строить уже прогнозы того, что произойдет с китайской экономикой, что произойдет с США. Потому что, несмотря на отдельные заявления Китая и США о том, что на них особо эти торговые барьеры не повлияют, мы все-таки прекрасно понимаем, что быть этого не может, поскольку такого рода конфликты и именно проблемы в торговой сфере, они будут негативно сказываться на темпах экономического роста, что первого региона, что второго. Китай, я уверен, просядет ниже 6 процентов, американская экономика уже будет грезить о показателях ОВП около 2 процентов, то есть, в целом, реальный показатель будет еще ниже. Поэтому, резюмируя, в принципе, что у нас сейчас происходит в тотальном новостном фоне, я продолжаю делать акцент на то, что ситуация очень напряженная, Ближний Восток, отношение Китая и США, это то, что будет и дальше провоцировать спрос именно на защиту инструмента. Поэтому, если даже мы сейчас посмотрим на пару доллар-иена, друзья, американец растет против японской валюты, это не значит то, что вот эта восходящая динамика будет продолжена и дальше. Я считаю, что для тех из вас, кто все-таки временен с открытием позиции раньше, то есть не заходили, когда ралли стало более очевидным для большего количества трейдеров, сейчас вам предоставлена возможность сделать это по текущим ценам, которые, на мой взгляд, очень комфортны. Ну, в двух словах давайте по основным финансовым активам. У нас нефтянка на отметке 73.15. Как ни крути, но, видимо, ситуация на Ближнем Востоке все-таки провоцирует больше опасений за перебои в мировых поставках, чем, опять же, тот фонд, который мы использовали для продаж нефтянки. Это и статистика по запасам, это риски за темпы глобального экономического роста и потенциальные действия стран ОПЕК по непродлению соглашения по снижению нефтедобычи. Кстати, на этих выходных, можно сказать, прошла такая предварительная встреча. Я сейчас тезисно не хочу ее разбирать, потому что в целом уже очень скоро официальная встреча, которая пройдет страна ОПЕК плюс в конце июня, вот на нее мы, конечно же, обратим куда большее внимание, на ней мы сфокусируемся. Пока что давайте смотреть за тем, что происходит на рынке нефти. Я не буду повторяться, друзья, с фундаментом, который сложился ранее, я продолжаю лишь настаивать на то, что, на мой взгляд, риск глобального экономического спада и риск того, что страны ОПЕК не продлят сделку аналитического пакта на второе полугодие, это все то, что способно нейтрализовать прочий позитив, который на рынке нефти складывается. Поэтому я, если вас интересует моя позиция, как сейчас можно подорговать нефтянку, предлагаю вам сделку с уровня селс-стоп с отметки 72.80. Доллар иена, как я уже отметил, 110.21, то есть пара восстанавливается, но не нужно торопиться с покупками доллара. Риски глобального характера равносильны, знак равно поставим повышенный спрос на защиту, японская иена обладает куда более выраженными защитными свойствами. В частности, уже затронул тему отношений США и Китая, отметил, что США тоже будут дисконтировать максимум рисков. Я уверен, что из-за снижения спроса мы увидим очень серьезную просадку показателя индекса расходов на личное потребление, как вы знаете, одна из основных компонентов инфляции. И, на мой взгляд, данный показатель реально может снизиться где-то в районе 1,5-1,6%, хотя прогноз сейчас находится повыше 1,9%, но они все равно были пересмотрены с понижением с уровня, по-моему, за 2%. Темпы экономического роста, как вы знаете, по итогам первого квартала мы уже видели цифры 2%, хотя ранее был показатель 3,2%, то есть спад, на мой взгляд, это продолжается. 1 июня очень важная такая историческая веха. Уверен, Китай, конечно же, точнее пошлины против США вступят в силу, об ответных действиях мы уже поговорили, то есть, разумеется, повысится спрос снова на защиту. Помимо именно давления со стороны иены, я еще продолжаю ставить и на риск рецессии в Штатах из-за того, что у нас сейчас происходит, опять же, в глобальной экономической конъюнктуры, я продолжаю ставить на позицию Федрезерва, которая с учетом того, что сейчас будет складываться, а в плане именно статистики, все-таки все чаще и чаще будет закидывать на рынок идею того, что ставки нужно снижать, что, в принципе, от Федрезерва и требует администрация Трампа. Поэтому сделка сейчас локальная, сэллимит с уровня 110.50. Доллар канадис, друзья, 1.3429. Я предлагаю снова покупать валютную пару с уровня 1.3410, потому что уверен, что не миновать нам коррекции на рынке нефти. Уверен, что еще даст о себе знать слабая статистика по базовой инфляции. Уверен, что на фоне сохраняющейся неопределенности в сфере внешней торговли Банк Канады будет все чаще возвращаться к разговорам о возможности снижения процентной ставки. Поэтому то, что пара сейчас держится даже на фоне такого роста цен на нефть выше уровня 1.34, котировки сейчас 1.3429. Это доказательство того, друзья, что все-таки потенциал слабости канадца значительен. Евро против доллара 1.1153. Мы снижаемся. Мощное, на мой взгляд, развитие нисходящей динамики. Прям классический, прекрасный, очень красивый нисходящий тренд. Данные по инфляции в минувшую пятницу указали на снижение базового показателя индекса потребительских цен с 1 до 0.9, хотя за позапрошлый месяц тоже базовый показатель был пересмотрен на 0.1%. Но, на мой взгляд, нисходящий тренд все-таки выдерживается. Италия еще с бюджетными проблемами даст о себе знать в ближайшее время. Мягкая экономическая политика Европейского Центрального Банка тоже, как вы понимаете, нет сейчас ровным счетом ничего, на чем можно было бы откупать главный валютный риск. Фунт против доллара снижение агрессивное 1.2733. На прошлой неделе, в пятницу, Джереми Корбин, который возглавляет партию оппозиции, сделал заявление о том, что с правительством никакой сделки не будет. Соглашения не примут, не ратифицируют. И, Терезе, мы давно пора в отставку, в частности, в партии. Корбина будет сейчас все чаще лоббировать именно эту идею и ставить на то, что если и хочется увидеть свет в конце туннеля в плане Брайзита, то это через второй референдум. Но никак не через компромисс между палатой общины, правительством, то есть правительством и парламентом. В общем, политические риски сейчас настолько высоки, насколько еще не были. Фунт продают, но мы уже сделали цель, друзья. Я пока не вижу уровней, из которых можно снова войти в сделку. Возможно, не появится позже. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.